Приветствую вас. Во-первых, значит, что нужно сказать, это то, что вы воспринимаете своего психолога, ну, явно не совсем как психолога. То есть, что значит обидеться, охладеть, что значит отношения рушить. У вас с психологом, если он ведет себя грамотно, отношения могут быть только как клиент и психолог. И не более не менее, знаете, и при таком раскладе нет никакого резона вам думать о том, как отреагирует психолог. И нет никакого основания думать, что у вас есть какие-то отношения, помимо отношений чисто профессиональных. Вот. Это первое. То есть, как бы вы здесь в слиянии не впали с психологом, да, и как бы вот, ну, у вас не появилась такой вот точка зрения, что связывает вас, ну, что-то большее, чем, собственно, профессиональные отношения. Это первое. Второе. Второе. Если, как вы говорите, специалист перестал, значит, слышать ваши проблемы и просто игнорирует, то ему нужно как минимум об этом сказать, потому что, как бы, он не вправе так поступать. Потому что человек работает изначально с проблемой клиента, да, с тем, что клиент, ну, с тем, с чем клиент к нему пришел. А работает над запросом клиента. Это тоже очень важный момент. Над запросами клиента работает. И если он игнорирует проблему, то об этом нужно разговаривать. Если психолог не прислушивается к вам, не принимает в расчет то, что вы ему говорите, то вполне вероятно, что этот человек к вам уже больше не подходит. Как специалист, потому что, может быть, он понял, что за два с половиной года результата нет, и он хочет от вас, например, избавиться таким образом. Да, это неприятно, да, это ужасно, но, к сожалению, такие вещи в тоже случае случаются. А вот это, на самом деле, очень, ну, очень древозный знак, древозный сигнал, что человек вас не звучит, а вы думаете о том, что у вас какие-то отношения. То есть, возможно, вам, возможно, изначально этот контакт, о котором вы говорите, он был неверным. То есть, это, возможно, вы не заметили перенос на психолога. Дальше, значит, вы пишите, что говорит об этом прямо, он вас не слышит. Ну, соответственно, нужно поставить вопрос ребром. Ему об этом нужно сказать прямо, в этом нет ничего абсолютно такого, если только у вас нет комплекса вены. Вот, и определить для себя, почему вы не хотите рушить с ним отношения. То есть, что такого, то есть, по какой причине вы не хотите рушить отношения с человеком, вот. Это тоже очень важный момент, да. То есть, вы боитесь, вы что-то опасаетесь и так далее. То есть, какая-то у вас отношения, да, как бы вам надо свои проблемы решать, между прочим, вы платите деньги. Вот, значит, ну и, соответственно, что, здесь нет какого-то единого решения, да. То есть, охладеет и обидится, ну и что, какое для вас это имеет значение, это профессионал. Вот, это он, ну, он не может охладеть, потому что он не может быть, как бы, как сказать, охладеет. Он не может быть эмоциональным вовлечён. Вот. То есть, если охладеет всё хорошо, он, возможно, станет более объективным к вам отношением. Вот. Ну, а обиды, это вообще не про психологов, не про профессиональных, по крайней мере, психологов точно. Кхм, дальше. Эээ, тут вы пишете про негативные рушить с ним отношения, это про ваше желание, которое нужно исследовать. А, то, что касается, эээ, того, например, кхм, как вам, ну, что вам делать дальше, да, то я бы не рекомендовал вам сразу обращаться к другому психологу, потому что, ну, всё-таки, ну, наверное, какое-то время прошло, пусть не будет небольшого, хотя бы. Кхм, что это не рекомендую, спешите, значит, это просто превратится в ээээм, образ жизни, образ жизни, работать с психологами. Эээ, что касается, что касается того, что вы требовательный клиент, а вот, то здесь опять же, знаете, ээээ, какая штука. Ээээ, вы имеете полное право требовать от эээээ, эээ, психолога решения ваших проблем, ээээээ, имеете полное право ээээ. Эээээ...ээээ...ь...ээээээээ на этом. Но, условно говоря, при условии, если у вас есть четкий запрос, то есть если у вас есть четкий абсолютно запрос по своей проблеме, и психолог принял, так скажем, решение с вами работать, и вы его решение приняли, то, наверное, имеет смысл довести, позволить психологу довести дело до конца, как минимум. То есть позволить психологу завершить работу с вами, да, и вообще посмотреть, в каком направлении он вас двигает. То есть это нормально, что вам может не нравится то, что он делает, но не всегда вам должно нравиться то, что делает психолог. То есть как бы, это профессионалы, если вы ему доверяете, то необходимо, чтобы вы, ну, продолжали это делать, как минимум. То есть продолжали ему доверять. Вот, в противном случае вы и с другими психологами, которые будут вас вести, будете поступать так же. То есть понятно, да, я надеюсь, о чем идет речь? Понятно, что я хочу сказать. Если вы выбрали себе специалиста, если вы решили с ним работать, если у вас был изначально четкий запрос, позвольте, позвольте человеку, позвольте человеку вас довести. Может быть, он слышит вашу проблему, но воспринимает ее не так, как вы ее видите. То есть спросите у него, что он думает о вашей проблеме, например. Или составьте более четкую дорожную карту того, что вы делаете и как можно отследовать, например, прогресс, коли так. Далее неплохо было бы определить, с какого момента у вас пропал контакт, и почему. То есть не драпитесь, менять психологов. Да? То есть терпеть не нужно, но и менять не драпитесь. И проложите все усилия для того, чтобы удержаться не с ним, потому что все наработки могут пропасть, которые у вас были с ним. Кстати, а наработки-то есть? Вообще. Вот, это тоже такая довольно важная история. То есть если, к примеру, наработки есть, то есть вы видите результат, видите прогресс, то, наверное, не стоит к другому психологу обращаться, потому что другой психолог будет вынужден начать с вами работать, возможно, с нуля. А если не с нуля, то, ну как минимум, это будет не то же самое. Вот. Поэтому вот так вот я думаю. То есть здесь, конечно, важны нюансы, здесь, конечно, важны аспекты. Плюс, опять же, не стоит забывать, что для всех остальных психологов ваш вопрос выглядит как возможность приобрести в вашем лице нового клиента себе. Так что тут тоже как бы не нужно этот момент забывать. Вот. Но я все же рекомендую вам сделать все для того, чтобы сохранить отношения со своим психологом, но именно рабочие отношения. Вот. И я за то, чтобы поставить его перед фактом того, что вот вы считаете проблемы, да, и хотя бы услышите его мнение по поводу вашей проблемы. То есть если он его видит, если он его решает, но по-своему, я полагаю, что вам нужно ему удостовериться, если вы считаете его профессионалом, если он вам помогает. А иначе получается противоречие. Как профессионал вы ему не доверяете свой выбор из него, как профессионала вы обесцениваете, но при этом хотите с ним сохранить отношения. Это странно. Вот. Может быть вы хотите с ним общаться как с человеком, а не как с психологом, но опять же, тогда имеет смысл ему прямо об этом сказать. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...